Всем привет, меня зовут Эд и вы на канале Проект Магнит. Сегодня я расскажу вам три истории о людях, которые делают для нашего мира очень много хорошего. Живя в Грузии, в стране, которая богата своей природой, красотой, если на нее посмотреть со стороны, может создаться впечатление, что люди живут тут припеваючи, но это не так. Экономическое положение тут настолько шаткое, что мы не можем удовлетворять даже свои базовые потребности. Не говоря уже о том, чтобы купить машину или квартиру. Не остается ничего, кроме как жить в кредит. Я думаю, и вам это очень сильно знакомо. И вот когда ком в горле от долгов уже душит, нервная система на пределе, звонят еще и кредиторы, коллекторы постоянно донимают, что делать, кому обратиться. Я был очень рад, когда узнал, что есть такая компания «Современная защита», которая решает этот вопрос. Единственный способ выйти из долговой ямы является списание долгов в соответствии с 127-м федеральным законом. Это сложившаяся российская и международная практика, позволившая тысячам людей избавиться от долга. Поэтому вам и вашим друзьям я рекомендую экспертов из современной защиты. Приходите по ссылке в описании на их сайт, звоните по номеру телефона и получите бесплатную консультацию. Я надеюсь, у вас все будет хорошо, ваши долги спишут, и вы будете жить по-новому. Перед вами врач из Камеруна Леон Нганком, легенда Тверской области. Нганком родился в Камеруне, но поступать в высшее учебное заведение решил в Твери, как и его дядя, который тоже окончил Тверскую медицинскую академию. Окончив институт, Леон остался в России. Он получил российское гражданство. В Твери женился. Здесь же родились его дети. Уже шесть лет он работает заведующим отделением нейрохирургии. На счету Леона Патриковича не одна спасенная жизнь, а несколько десятков. Касаясь мозга маленького пациента, он осторожно окунался в мир любви и покоя. Проделывая сложнейшую работу, даровал новую жизнь. Он ощущал, что мозг скрывает в себе человека с особенными чертами характера, качествами, предпочтениями, грехами и добродетелями. Хирург с большим сердцем и невероятно человеческим подходом к пациентам влюбил в себя всех от мала и до велика. Что бы делали без Леона Патриковича, да? Он его так любит. Многим мы ему обязаны. Вообще он как специалист очень, и просто как человек. И поэтому в областную клиническую больницу города Твери к детскому нейрохирургу стремятся попасть со всей России. И как хорошо знать, когда твой маленький пациент, который еще вчера не мог ходить, говорить, будет жить полноценной жизнью. И именно таким должен быть врач. Осознанным, не пытающимся как можно больше заработать и не воспринимающий пациентов как мясо, а любящий и по-настоящему заботящийся о них. Доктора зовут работать в Москву, предлагают баснословные деньги, но он не соглашается, говорит. Его родина Тверь, а вот в Камерун летает раз в год в отпуск. Вторая история расскажет о мальчике, который решил набрать вес ради своего отца. Казалось бы, какая-то нелепость, но досмотрев этот сюжет до конца, вы поймете, зачем ему это. А тут спасением больного занимается 12-летний школьник. Для этого он ест по 5 раз в день самой жирной и калорийной пищи и пытается поправиться до 50 килограмм. Но ради чего? Все дело в том, что в 2012 году врачи диагностировали жителю китайской провинции Хэннань по фамилии Цикуань предлейкоз. Состояние, предшествующее лейкемии. И посоветовали найти донора костного мозга. Но так как семья не могла финансово позволить пересадку, Цикуань решили отложить процедуру и обойтись лекарствами. Медикаменты помогали до 2019 года, а затем болезнь мужчины начала прогрессировать и угрожать его жизни. Необходимость пересадки костного мозга стала острой, и члены семьи сдали анализы, чтобы узнать, кто сможет стать донором для отца. Выяснилось, что спасти мужчину может лишь его старший сын. Но препятствием к процедуре стал вес школьника. Отметка на весах показывала 30 килограмм, в то время как минимальный показатель для процедуры 45 кило, а идеальный 50. И вот по мере того, как Лу набирал вес, некоторые одноклассники начали дразнить его толстяком. Но быстро перестали, узнав цель мальчика. Учителя над этим хорошо поработали. Впрочем, подросток не сильно переживал из-за задир. По словам Лу, он гордится тем, что сможет помочь папе. Но на этом проблемы не закончились. Особая диета для старшего сына больно бьет по кошельку семьи, ведь у Читы Цикуань также есть двое других детей. Восьмилетние двойняшки. Помимо того, паре приходится заботиться о своих тёще и тесте. Узнав об этом, вся школа стала помогать семье продуктами и болеть за храброго Лу, который говорит, что это пустяки. Главное, чтобы папа выжил. За несколько месяцев 11-летний мальчик поправился до заветных 45 килограмм, которые уже позволяют пройти процедуры. Но и тут началось самое сложное. Ведь операция обойдется им в 500 тысяч юаней. Это более 4,5 миллионов рублей. Но вдруг случается чудо. Школа организовывает сбор для семьи. И сумма вот-вот соберется. Третья история расскажет нам о маленьком трехлетнем Джеке. Который не Чан, но по своему внутреннему стержню не меньше боец, чем он. Итак, переходим по рассмотру. Мама этого крохи попала в аварию и прикована к постели минимум на полгода. Суд решил, что водитель второй машины в аварии не виноват. Поэтому пострадавшей положена лишь койка в больнице без сиделок. Родственников, которые могли бы помочь, нет. Мужа тоже нет. Пролежав в больнице месяц, ее почему-то отпустили домой с трехлетним сынишкой Джеки, который все это время, пока мама там лежала, можно сказать, жил у ее кровати. Вернувшись домой, они получили помощь от социальных служб, которые обязались снабжать их базовыми продуктами, чтобы они просто не умерли с голоду. Мама малыша вспоминает, что каждую минуту молилась Богу, чтобы хоть кто-то пришел и помог ей по дому и уходу как за собой, так и за сыном. Но она и представить себе не могла, что эту молитву услышит ее кроха, который оказался не из робкого десятка и взял на себя такую ответственность, от которой убежал бы любой взрослый. Потихоньку история маленького мужчины стала распространяться по округе и дошла до СМИ. А после этих съемок по всей стране стали собирать деньги для его матери. И теперь ей с сыном помогают двое обученных людей и делать это будут до тех пор, пока мама не выйдет на работу. Вот так маленький боец сумел спасти семью от гибели. Ведь если бы с мамой что-то случилось, его, скорее всего, отдали бы в интернат. Конечно, он этого не осознавал, но сделал все, чтобы этого не случилось. Редактор субтитров А.Семкин Я буду очень рад, если вы оставите ваше мнение в комментариях. Напишите, что вы думаете о том или ином случае и какой герой понравился вам больше. И еще, приглашаю вас на свой инстаграм. И прошу поддержать данный ролик лайком, репостом, поделитесь с несколькими друзьями. Это несложно, тем более видео того стоит. Ну а те, кто хотят стать частью нашей команды, то спонсорская ссылка на прямую поддержку канала будет так же в описании, как и инстаграм. Ну, а вам желаю быть магнитом и притягивать в свою жизнь только самое лучшее. Увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok